Уважаемые коллеги, говоря о иммунотерапии меланомы, в принципе, современная иммунотерапия меланомы – это одно большое достижение, которое изменило наше представление о том, относительно чего мы измеряем, и достижение, и неудача. И тот драматический прогресс, который был достигнут в последние пять лет, конечно, поставил очень высокую планку, и сложно говорить о том, чего еще мы успели достигнуть или не успели достигнуть, но, тем не менее, есть некоторые направления, которые бы хотелось именно в этом аспекте обсудить. И начать я бы хотел с того, что, конечно, иммунотерапия на сегодняшний день занимает лидирующие позиции, и, в принципе, на любом этапе лечения, когда мы собираемся применять системное лекарственное лечение, мы можем применять иммунотерапию, она составляет, по сути, основу лечения меланомы на сегодняшний день. Если же остановиться на адюватной терапии, то, безусловно, здесь представлены два исследования, которые сделали возможным адюватную иммунотерапию антипедиадин препаратами. Это исследование Чекмей-238, где сравнивалось Неволюмаб с Ипельмумабом, тоже современным иммунотерапевтическим препаратом, и он показал убедительное улучшение времени до прогрессирования по сравнению с активным контролем. И исследование Кино-54, самые обновленные результаты были доложены на последнем ЭСМО буквально несколько недель назад, который продолжает демонстрировать убедительную разницу у меланомы третьей стадии, но по сравнению с плацебо. Однако, несмотря на такие достижения, безусловно, у нас есть и относительные неудачи на этом направлении, потому что на том же ЭСМО были озвучены результаты уже первого анализа общей выживаемости. Мы видим, что Ипельмумаб по сравнению с Неволюмабом не имеет больших различий по общей выживаемости на горизонте 4 лет. Безусловно, возможно, нужно большее время для реализации тех расхождений, и наблюдение это будет продолжено. Тем не менее, это такой вот аспект, который тоже должен учитываться. Надо сразу сказать, что Ипельмумаб, если мы сравниваем его с Неволюмабом, обладает гораздо большей токсичностью, поэтому Неволюмаб в любом случае здесь является позитивным и обоснованным выбором. Но мы должны все-таки немножко осторожнее относиться к таким блестящим результатам именно в отношении времени до прогрессирования, во многом даже потому, что у нас появилось большое количество последующих вариантов лекарственного лечения. Другой подход – перенести иммунотерапию совсем в начало лечения, еще до хирургического этапа лечения для пациентов с местно распространенным процессом. И здесь для ответа на вопрос, как лучше лечить до начала терапии, после уже хирургического вмешательства было проведено исследование Прада, которое включало в себя два цикла комбинированной иммунотерапии, после чего проводилась резекция лимфатического узла, и выбор лечебной тактики осуществлялся в зависимости от глубины ответа. При почти полном или полном регрессии предложили пациентам просто наблюдение. При частичном патоморфологическом регрессии, то есть сохранении до 15% живых опухолевых клеток, продолжалась иммунотерапия, и при отсутствии ответа продолжалась удивантная терапия. Что оказалось? Что касается метастатической меланомы, то, конечно, у нас наиболее актуальны вопросы – это вопросы комбинированной терапии. Можем ли мы использовать все преимущества одновременной таргетной иммунотерапии сразу на первом этапе? Это вторая линия терапии и новые препараты. Сегодня, конечно, очень сложный алгоритм и очень массивный алгоритм лечения меланомы. Много разнообразных вариантов, благодаря тому, что мы много знаем о последовательности назначения. У нас есть несколько линий терапии, особенно для пациентов с бравпозитивной меланомой. Здесь красным выделены те варианты, которые есть у этих пациентов. Остальные варианты есть у пациентов как бравпозитивной, так и бравнегативной меланомы. И в этом году у нас появилась новая опция. Схема еще более усложнилась, потому что у нас была зарегистрирована тройная комбинация бравмейкингибиторов и иммунотерапии. Кроме того, у нас в этом году появился отечественный препарат, о котором уже были заставки. И хотелось бы отдельно сказать, что это первое моноклональное антитело класса иммуноглобулина G1 с модифицированным фаб-фрагментом, который обеспечивает реактивность в плане антителозависимой клетчатой токсичности и обладает совершенно другими и эпитопами, и константами связывания. Это препарат изучался в исследовании Miraculum, в котором проглимаб вводился в двух режимах. И результаты наиболее эффективного режима – это 1 мг на 1 кг каждые 2 недели. Представлено на данном слайде. И мы видим, что препарат характеризался очень высокими показателями одногодичной общей выживаемости и существенными результатами времени до прогрессирования одногодичного, которые позволили зарегистрировать этот препарат у нас в стране. Что касается комбинации таргетной и иммунотерапии, то, безусловно, это интересный подход. Это банально логично взять два эффективных режима, попробовать их соединить, чтобы получить максимально большую пользу от лечения. И проведено три рандомизированных на сегодняшний день исследования, которые пытались сравнить тройную комбинацию, то есть два таргетных препарата – брафи-мейк-ингибитор и один иммунологический препарат. Это исследование Килинот-022, который изучал добавление пембролизумаба, исследование Комби-Ай, который изучал добавление спарта-лизумаба, это антипедиадин-ингибитор, который еще не зарегистрирован пока, и МСПА-150 или исследование Трилогия, который изучал добавление отезолизумаба. Среди всех этих исследований надо отдельно отмечить исследование Трилогия, потому что, в отличие от двух других исследований, оно имело некоторые особенности дизайна. Во-первых, иммунотерапия назначалась не сразу, а через месяц после начала таргетной терапии. Во-вторых, таргетная терапия в группе комбинации шла в редуцированных дозах. Редукция была брафинг-ингибитора на 25%. Каковы же результаты исследования? Первые два исследования, Кельнот-22 и Комби-Ай, считаются негативными, потому что вы видите здесь время допрогрессирования, статистически незначимые изменения относительного риска. Исследование Трилогии, наоборот, это первое исследование, которое оказалось позитивным, и действительно показало статистически значимое увеличение времени допрогрессирования у пациентов, получающих тройную комбинацию. Но если мы посмотрим на результаты сами лечения, то эти результаты будут похожи. Везде примерно 45-50% однокодичная выживаемость на таргетной терапии, чуть лучше результаты на комбинированной таргетной иммунотерапии. Что касается общей выживаемости, то здесь мы видим примерно одинаковое, практически минимальное расхождение графиков на первом году и, возможно, какие-то тенденции к расхождению на втором году, но все эти тенденции по общей выживаемости на сегодняшний день являются статистически незначимыми. И эти результаты были представлены на ESMO 2018, 2019 и 2020 года. Если посмотреть вместе на данные, на показатели эффективности, то мы видим, что, в принципе, на комбинированных режимах мы практически получаем сопоставимые результаты. 63-68% – это очень близкие цифры частота объективных ответов на комбинированных режимах. Это в районе 16% с разницей всего лишь в какую-то десятую месяца, то есть, по сути, в три дня медиана времени до прогрессирования. Очень похожие цифры двухлетней общей выживаемости 65-68% и очень близкие, за исключением первого исследования, которое, несмотря на то, что показало самый низкий относительный риск смерти, но при этом оно не является негативным, то есть 0,66-0,85% – относительный риск смерти в группе пациентов с комбинированной терапией. Но если мы посмотрим на те же самые показатели из комбинированной иммунотерапии, где использовался эпилеумаб с неволюмабом, то мы видим, что частота объективных ответов чуть хуже, но сопоставима. Медиана времени до прогрессирования, безусловно, уступает, но двухлетняя общая выживаемость уже превышает. Эти показатели для иммунотерапии и таргетной терапии относительный риск вообще составляет всего лишь 0,12% по сравнению с комбинированной таргетной терапией, будь то веморфиниб, кубинемтиниб, будь то доброфиниб, траметиниб. Поэтому остается вопросом, что выбрать и кому мы будем назначать вот эту зарегистрированную комбинацию, когда у нас есть комбинация иммуноонкологических препаратов. Другой подтверждающий момент неоптимальности сочетания именно комбинированной таргетной терапии и иммунотерапии это исследование SPA-170. Здесь уже для брав негативной меланомы пытались использовать кубинемтиниб с отезолизумабом против пембролизумаба. Это исследование также оказалось негативным и, в принципе, вы видите, кривые полностью пересекаются, относительно риск несущественен. Другой подход – это использование рационального переключения между таргетной терапией и иммунотерапией, которая может быть более интересна. Это и первые результаты исследований Сокомбит, одного из исследований, которые изучают такое переключение, были представлены на ЭСМО в этом году. В нем пациенты получали либо комбинированную таргетную терапию с последующим переключением на иммунотерапию, либо комбинированную иммунотерапию с последующим переключением на таргетную терапию, либо короткий курс таргетной терапии с последующим проведением иммунотерапии и при прогрессировании возврат к таргетной терапии. Что оказалось? Что касается времени до первого прогрессирования, то здесь иммунотерапия показала наилучшие результаты, средние результаты показало быстрое переключение И худшие результаты показала, как ни странно, комбинированная иммунотерапия, зеленая линия. Однако, если мы говорим про второе время допрогрессирования, то здесь как раз такое рациональное переключение, исследовательское, собственно говоря, плечо этого исследования, показывает на сегодняшний день лучшие результаты, хотя это еще достаточно предварительные данные. Что касается длительности ответа на лечение, то здесь комбинированная иммунотерапия осталась вне конкуренции и обеспечивала наибольшую длительность и наибольшую полноту достигнутых ответов. Возможной причиной такой ситуации является разное воздействие таргетной терапии и иммунотерапии, собственно говоря, на клетки иммунной системы. Здесь мы представляем результаты нашего исследования, где мы пытались анализировать показатели уровней различных клеток иммунной системы в периферической крови у пациентов, получавших антипедиадинтерапию или таргетную терапию. Как мы видим, в том случае, если мы посмотрим на CD25 активированные Т-хелперы, то есть это клетки, которые должны организовывать иммунные ответы, которые находятся в состоянии ранней активации, активные клетки, то в том случае, если количество этих клеток было снижено, то есть, что говорит об истощении иммунного ответа, антипедиадинтерапия показывала очень хорошие результаты. Мы у большинства пациентов видели объективный ответ. На таргетной терапии, наоборот, в такой ситуации развивалось в основном прогрессирование процесса. Мы не видели здесь вообще никаких эффектов, кроме прогрессирования процесса. Безусловно, это ретроспективное исследование, но тем не менее это дает основания нам для того, чтобы все-таки более внимательно относиться к параметрам периферического иммунного ответа и смотреть не только на опухоль, но и на иммунную систему в целом. Что касается последовательности переключения, то очень важный вопрос встает у тех пациентов, которые прогрессируют на антипедиадинтерапии, будь то одевантная терапия или это лечебный режим. Встает вопрос, что делать. У нас есть монотерапия эпилемумаба, у меня есть комбинированная терапия эпилемумаба с антипедиадин препаратами. И до этого года этот вопрос, в общем-то, был не решен. Мы гадали и использовали какие-то индивидуализированные параметры без особой доказательности. Но было проведено исследование, которое представлено на данном слайде, которое было доложено на АСКО 2020 года. 355 пациентов были разделены в зависимости от наличия или отсутствия мутации, и у них анализировали частоту объективного ответа. И оказалось, что разница проявляется только у пациентов, брав негативные меланомы. Здесь практически в 2,5 раза выше частота объективного ответа на комбинированную монотерапию по сравнению с монотерапией эпилемумабом. Тогда как у брав положительных пациентов особой разницы не было, статистически значимой тем более. Примерно одна и та же частота объективных ответов и похожие результаты по показателям длительности эффектов. Таким образом, мы на сегодняшний день имеем научно обоснованные поводы, и мы это внесли в обновление рекомендаций по меланоме. Кому проводить предпочтительную монотерапию меланомы, кому проводить комбинированную монотерапию при прогрессировании на терапию антипедиадин препаратами. Мы уже давно говорили, что в принципе иммунотерапия меланомы – это такое достижение, которое позволяет говорить о том, что мы можем вылечить пациентов с меланомой практически на любой стадии. Оставался вопрос в определении, что такое вылечить пациентов, когда мы можем сказать, что риск прогрессирования или риск смерти у пациента сравняется с популяционными. Вот наконец-то были сделаны два исследования, которые позволяют ответить на этот вопрос. Был проведен анализ и сравнение риска смерти пациентов, получавших иммунотерапию в адевантном режиме. От исследований Checkmate 238 и RTC 18071 в исследовании Checkmate излучался Nivolumab и в исследовании RTC излучался Ipilimumab в качестве адевантного режима. Мы видим, что при использовании антипедиадин терапии уже после трех лет наблюдения риск прогрессирования и риск смерти не отличаются от популяционного. Для Ipilimumab требуется 7 лет для достижения такого же результата. Что касается лечения больных в метастатической форме, то подобные же результаты анализа были приведены в исследовании Checkmate 67. И в нем требуется более 5 лет, но наиболее короткое время опять на комбинированной иммунотерапии, чтобы уменьшить риск смерти и довести его до популяционного. Таким образом, в заключение, хотелось бы сказать, что, безусловно, достижения в иммунотерапии меланомы позволяют уговорить на сегодняшний день о возможности излечения пациентов на любой стадии, но для этого требуется время. Увеличение количества применяемых одновременно препаратов не дает ощутимой прибавки в долговременных результатах. Нам надо все-таки опираться скорее на биомаркеры, и нам необходим поиск пути персонифицированной, персониализации терапии, как при выборе лечебной тактики до начала лечения, так и в процессе его проведения. Спасибо за внимание.